Музыка Я очень рада видеть вас всех. Все мы храним верность и память нашему любимому великому поэту Марине Цветаевой. Чем больше проходит времени, тем время становится магией ее стихов. Казалось бы, обычные слова, но так, как она их пишет, они цепляют. Они цепляют за душу, проникают в сердце и уже больше не отпускают. И прошло уже 125 лет со дня ее рождения. И за все эти годы количество ее почитателей только растет. И это очень отрадно. Значит, было в ней как раз то самое талант и тайна, о котором говорила Анна Ахматова. Я бы еще добавила, помимо тайны, еще и магия. И думаю, что это будет предметом изучения очень многих психологов еще много-много лет. То, что такое из себя представляют стихи Марины Цветаевой. А сегодня мы начинаем. И я ознакомлю вас с теми событиями, которые сегодня мы вспомним и отметим. Список памятных дат в этом году достаточно велик. Но мы остановимся только на трех. 170-летие со дня рождения отца Марина Цветаевой, Ивана Владимировича Цветаева. 125-летие, как я уже говорила, самой Марине Цветаевой. И 105-летие ее дочери Ариадны, Али Эфрон. И сегодня я хочу поговорить о вкладе в культуру России и не только России. Всей семьи, удивительно богатой на таланты и оставившей после себя бесценные дары и духовные сокровища. Иван Владимирович Цветаев – российский ученый, историк, археолог, филолог и искусствовед, член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор Московского университета, тайный советник, первый директор Музея изящных искусств, позднее переименованный в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Родился в селе Талицы, шуйского уезда Владимирской губернии, в семье бедного сельского священника. Мать умерла рано, и отец сам воспитывал четырех сыновей. Семья была трудолюбивая, с высокими этическими правилами и необычайно дружелюбная к людям. Иван Владимирович получил хорошее образование, несмотря на то, что на двоих сыновей у них были одни сапоги, так они тяжело жили. В 29 лет он был уже профессором. После защиты диссертации на латинском языке получил европейскую известность. Его работа была посвящена древнеиталийскому народу Оскам. Он за два года исходил всю Италию, изучал древние могилы и памятники, расшифровывал древние письмена. Вернувшись в Россию, у него зародился проект о создании музея в России, дабы обучать студентов, не имеющих возможности выезжать за рубеж. Общественность его поддержала. Нашлись и спонсоры. Промышленник Нечаев Мальцев, который профинансировал весь проект. Царское правительство помогло только тем, что выделило кусок земли, площадь Колымажного двора в Москве, где раньше располагалась пересыльная тюрьма. 14 лет жизни отдал Иван Владимирович Цветаев строительству музея и наполнению его экспонатами. Ему помогала его вторая жена, Мейн Мария Александровна, мать Марины и Аси, талантливая пианистка. Она с ним выезжала в Италию, выбирала мрамор и скульптуры, пока не заболела чахоткой. Скончалась она в 906 году в Тарусе, когда девочкам было 14 и 12 лет. От первого брака Иван Владимирович имел еще двух детей, дочь Валерию и сына Андрея. Так как их мать Варвара Иловайская умерла родами, всех четверых воспитывала Мария Александровна как своих собственных. После ее кончины всю переписку по музею помогала вести на немецком языке Марина Цветаева. В мае 1912 года состоялось торжественное открытие музея, где присутствовала вся императорская семья и все дети Цветаева. Иван Владимирович скончался от инфаркта в 66 лет, и оба родителя похоронены в Москве на Ваганьковском кладбище. Позже Марина Цветаева в автобиографической прозе напишет главу под названием «Отец и его музей», увековечив тем самым его имя. Талант и значение поэта Марины Цветаевой в мировой поэзии трудно переоценить. Действительность такова, что интерес к ее творчеству и судьбе не утихает, а любовь и поклонение приводят к созданию повсеместно и ежегодно памятников, музеев, мемориальных досуг, памятных костров, происходящих во всем мире под девизом ее бессмертных строк. «Птица Феникс я только в огне пою, поддержите высокую жизнь мою». Помимо этого, ежегодно в центрах ее памяти Москве, Елабуге, Праге и других городах бывшего Союза проводятся чтения, научные конференции, постоянно переиздаются ее труды, поэтические и прозаические, переписка с друзьями, поэтами, редакторами. Как вы помните, из-за исторических революционных катаклизмов в России ее имя на некоторое время было предано забвению, но сегодня ее драгоценным стихам, как драгоценным винам, настал черед и, по-видимому, уже навсегда. Творчество ее и фамилия давно и заслуженно заняла свое место в пантеоне поэтов Серебряного века. Все творчество Марины Цветаевой – это апоэтизированная летопись ее жизни. Казалось бы, в простых словах была заключена магия, которая цепляла сразу и уже не отпускала. В стихи она начала слагать с детства, и по мере обучения и взросления ее дар приобретал новые масштабы и значения. Хочется напомнить и привести несколько примеров. Вот детские стихи. Дрожат на люстрах огоньки, как хорошо за книгой дома. Под Григо Шумана Птюи я узнавала судьбы дома. Или это? Дрожат на люстрах огоньки, как хорошо за книгой дома. На заре морозной, за шестой березой, на углу у церкви ждите, Дон Жуанна. Но, увы, клянусь вам женихом и жизнью, Что в моей отчизне негде целовать. Нет у нас фонтанов и замерз колодец, А у Богородиц строгие глаза. И чтобы не слушать пустяков красоткам, Есть у нас призвонкий колокольный звон. Так вот и жила бы, да боюсь, состарюсь. Да и вам, красавец, край наш не к лицу. Ах, в дахе медвежий, и узнать вас трудно, Если бы не губы ваши, Дон Жуанна. И два стихотворения, посвященных Алле. Ты будешь невинной, тонкой, Прелестной и всем чужой, Пленительной амазонкой, Стремительной госпожой. И косы свои, пожалуй, Ты будешь носить, как шлем. Ты будешь царицей балов И всех молодых поэм. И многих пронзит царица Насмешливый твой клинок. И все, что мне только снится, Ты будешь иметь у ног. Все будет тебе покорно, И все пред тобой тихи. Ты будешь, как я, бесспорно И лучше писать стихи. Но будешь ли ты, кто знает, Смертельно виски сжимать, Как их вот сейчас сжимает Твоя молодая мать. И еще одно стихотворение Алле. А когда, когда-нибудь, Как воду, И тебя потянет вечный путь, Оправдай змеиную породу, Дом, меня, мои стихи забудь. Знай одно, Что завтра будешь старый. Пей вино, правь тройкой, Пой у Яра, Синекую цыганкой будь. Помни, что никто тебе не пара, И бросайся каждому на грудь. Ах, горят парижские бульвары, Понимаешь миллионы глаз. Ах, гремят мадридские гитары, Я о них писала столько раз. Знай одно, Твой взгляд широк от жара, Паруса надулись В добрый путь. Знай одно, Что завтра будешь старый. Остальное, деточка, забудь. Привет из лета Марины и поздравления от Палмы. Театр Палмы поздравляет ванкуверских почитателей Марины Цветаевой со 125-летием. Желаем вдохновения Маргарите Тарсиной и единомышленникам. И дальше поддерживать пламя поэзии на кострах замечательной поэтессы. С уважением и признательностью, Лиля, Олег и театральные дети. Гроздь винограда из сада Палмы. Пожалуйста, натуральная гроздь винограда в прекрасном обрамлении осенних цветов и рябины. А позже вы услышите роман с Мариной Цветаевой в исполнении одной из актрис Театра Палмы. Но это будет позже. Под лаской плюшевого пледа Вчерашние вызываю сон. Что это было, чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Все передумываю снова, Все перемучиваю вновь. В том, для чего не знаю слова, В том, для чего не знаю слова, Была любовь. Кто был охотник, кто добыча, Все дьявольский наоборот. Кто понял длительно мурлыча, Сибирский конь, Сибирский конь, В том поединке своей воли, Кто в чьей руке был только мяч, Чьё сердце вошли, Чьё сердце вошли, Чьё сердце вошли, Мое ли, Летело вскачь. Так всё-таки, Что ж это было, Чего так хочется и жаль, Сама не знаю погубила ль, Сама не знаю погубила ль, Побеждена. Браво! Спасибо большое!